Ас-саляму алейкум у рахматуллахи в баракату, еще раз, мои дорогие братья и сестры. Сегодня у меня есть небольшое угощение в виде истории. Истории, которую я рассказал 24 года назад. И она вдохновила многих людей и дала им надежду. И сегодня я хочу ею с вами поделиться, иншаллах. И это заслуга великого шейха, одного из тех, кого я слушал в 90-е годы, когда мне было 15 лет. Его зовут Саад Аль-Брик. И эта история... Шайтан, возможно, может прийти к вам и сказать, что я ее выдумал. Но как бы там ни было, эта история, клянусь Аллахом, я удостоверился в ее подлинности через людей, которые были в нее вовлечены. И сама эта история произошла в Ириаде, в Саудовской Аравии. Но я думаю, что она связана со всеми нами, иншаллах. Итак, мы начнем. Во имя Аллаха, Милостивого и Милосердного. Для начала я хочу ознакомить вас с ней. Это история о покаянии и надежде. Она о прощении и милосердии Аллаха. Она о том, когда ты достиг самого дна и совершил все грехи этого мира. И она велит тебе не сдаваться, ибо Аллах прощает все грехи. Мои дорогие братья и сестры, история начинается с конкретного шейха. Я не знаю имени этого шейха, но он жил в Ириаде. И он находился в поездке, подобно той, в которой мы находимся сейчас. Я думаю, он направлялся на одну из конференций или по делам в одну из соседних стран Саудовской Аравии. До сегодняшнего дня я не знаю, в какую из них, но, по-видимому, это происходило там, куда западные люди могли приезжать, чтобы насладиться алкоголем и тому подобными вещами. Шейх рассказывает, что у него были там какие-то дела. И он говорит, я закончил свои дела за день до того, как мне нужно было вылетать. Я был крайне уставшим, измученным. Так я отправился искать место для ночлега. Я не знал этого города. Я не знал, как он выглядит. Я пошел в отель, чтобы снять номер. Но все, что я увидел в этом отеле, это были мужчины и женщины, которые предавались плотским утехам, распивали вино, слушали музыку, танцевали. Я никогда в жизни не видел ничего подобного. И один человек, что был там, оказался мусульманином-экспатриантом, который работал там. И он увидел меня и сказал, шейх, прошу, это место не для тебя. Я не хочу видеть шейха, который является образцом в таком месте. Шейх спросил, ну куда мне идти, я же так устал. Он ответил, шейх, ты, конечно, можешь здесь остаться, но это не твое место. И шейх рассказывает, что я не мог там оставаться или ушел. Я ушел и нашел парк. И в этом парке была скамейка. Я решил поспать на этой скамейке. Мне уже было наплевать на все остальное, потому что я был крайне уставшим. И время было ближе к времени Фаджера, или около того. Мой рейс должен был вылететь к Зухру или немного позже. Я решил, что, возможно, смогу найти такси или машину, которая сможет отвезти меня в аэропорт. Он рассказывает, я поехал в аэропорт. И в аэропорту была молитвенная комната. Я вошел в нее и совершил свою утреннюю молитву. И обычно людям не разрешают спать в молитвенных комнатах. Но я был так измучен, что не смог удержаться и уснул. Он рассказывает, что во время своего сна никто не входил в молитвенную комнату. А затем, примерно через час, говорит он, я проснулся от плача и крика. Я посмотрел перед собой и увидел мужчину. Мужчину, которому было не больше 25 или около 30 лет. Молодой человек, который был в расцвете своих сил. Он молился и плакал так сильно, словно мать, которая только что потеряла своего ребенка. Или как человек, который только что потерял очень дорогого, любимого человека. Он говорит, я видел, как многие люди вот так вот плачут в своей жизни во время молитвы. Так я не особо обратил на это внимание, потому что слишком уж был уставший. Я снова уснул. Он говорит, ближе ко времени Зухур, я снова проснулся. И там был тот же молодой человек, который молился. Он подошел ко мне, и его глаза выглядели так, словно он не спал 3 или 4 дня подряд. Он выглядел очень усталым, голодным и расстроенным. И он посмотрел на меня и удрученно спросил, «Шейх, ты действительно можешь спать? Ты в состоянии уснуть?» Шейх ответил, «Да, я очень устал». Тот ответил, «Клянусь Аллахом, шейх, я не знаю, как уснуть. Я не знаю, что такое сон. Я бегаю уже 3 ночи и 3 дня, и не могу спать. Я не могу есть. Я не могу наслаждаться своей жизнью. Я не хочу возвращаться к себе домой». Он спросил, «Но что случилось?» Он ответил, «Я из Ир-Яда, и просто не хочу возвращаться к своей семье». Шейх говорит, «Приближалось время Зухра, и мы решили совершить молитву Зухр». Я ему сказал, «Поговорим после молитвы Зухра, с позволения Аллаха». Он говорит, «Мы совершили молитву Зухр, он и я, и никто к нам так больше и не присоединился». А затем, после Зухра, я посидел с ним. У меня была пара часов перед вылетом. Я сидел с ним, и он начал мне рассказывать. И в этой истории мы будем использовать имя Ахмад. Ахмад — это было его ненастоящее имя. Но это имя, которое дал шейх, потому что он не хотел его раскрывать. Значит, он сказал мне, «Я женатый человек». У меня есть дети. Я из очень богатой семьи. Мы предприниматели. И нам не нужно работать, потому что наш доход пассивный. Мы миллионеры, возможно, даже миллиардеры. У нас есть буквально все. У нас есть горничные, есть рабочие, есть лучшие машины, лучшая еда. Все, что ты себе можешь представить. Это все у нас есть. Он говорит, «Но со временем мне очень наскучили богатства и роскошь. Я подумал про себя, разве в жизни нет чего-то большего? Я хочу попробовать что-то еще. Да, у меня есть все. Но я хочу попробовать что-то еще». Мои дорогие братья и сестры, это то, что делает шайтан. Шайтан подходит к тебе и говорит, «Почему бы тебе не выйти из своей зоны комфорта? В этом же нет ничего плохого». Но затем шайтан приходит к тебе и говорит, «Почему бы тебе не попробовать чего-нибудь такого, чего ты никогда раньше не делал?» Ты же знаешь, как ислам говорит, «Это харам, то харам». Почему бы тебе не попробовать для разнообразия чего-то харамного? Просто попробуй это на вкус, тебе не обязательно делать что-то большое. Просто попробуй нечто маленькое. Пообщайся с некоторыми парнями и девушками, которые немного харамят, но они слишком углубляют. Ты же ничего не делай. Просто побудь с ними, посмейтесь, получи отдачу, насладись. А затем возвращайся и все будет окей. Затем шайтан приходит к тебе и говорит, «Не волнуйся, ты можешь пойти и совершить пару молитв, и это все смоет». Некоторые люди говорят, «Ой, я просто пойду и совершу харам, а в следующем году поеду и совершу умру. Умра смоет все грехи». Вот так мои мысли. И он продолжил, «Шейх, шайтан пришел ко мне, и я подумал, что хочу сделать что-то, чего никогда раньше не делал. Немного харам, просто небольшие грехи тут да там». Он говорит, «Я не мог этого делать, потому что моя семья всегда окружала меня. Все знали меня. Я не мог делать этого там, где все меня видят. Я должен был быть подальше от всех. «Шейх, если я хотел совершить какой-то харам, я должен был делать это так, чтобы никто меня не осудил». Он говорит, «Шейх, и тогда я придумал оправдание, что отправляюсь в бизнес-поездку. Я сказал жене и детям, что поехал в эту страну, в которой мы с тобой сейчас находимся». Он говорит, «Клянусь Аллахом, шейх, я не собирался делать ничего серьезного. Просто небольшие грешки, за которые Аллах Субхану Тааля прощает». Он говорит, «Не успел я опомниться, как окружил себя другими людьми, приехавшими из разных стран, такими же мусульманами, как и я. Они молились, постились, делали все, но они приехали сюда по той же причине, что и я». Субхану Аллах, как шайтан приводит тебя в такие места. И как только я окружил себя людьми, которых я искал, чтобы немного повеселиться, понаблюдать за ними, я просто смеялся и наслаждался этим. Он говорит, «Прежде чем я смог опомниться, ночь за ночью, день за днем, мое искушение начало расти. То, что мне казалось большим харамом, стало казаться для меня вполне приемлемым. То, что мне казалось действительно плохим, я подумал, что в этом такого? Да все же это делают». И я стал безразличным, шейх. «По мере того, как мои похотливые искушения стали возрастать, я находился вдали от своей жены и детей, и эти дружки, что окружали меня, благодаря которым все вокруг меня казалось таким легким и непринужденным. Давление сверстников обрушилось на меня, и тогда я воспринял все очень легко». Вы же знаете это чувство, когда ты начинаешь испытывать привыкание к грехам. Он говорит, «День за днем, ночь за ночью, нас окружал алкоголь». «Я никогда не пил до этого, шейх, клянусь Аллахом. Мы были окружены азартными играми. Я никогда не играл до этого, шейх, в Аллахи». А затем пришли женщины, и мои друзья захотели поболтать и пофлиртовать с ними. Я немного пофлиртовал, они пофлиртовали со мной, а потом мы начали обмениваться словами. День за днем, ночь за ночью. Мои друзья заходили в номера отеля и выходили оттуда все счастливые и возбужденные, и они пили. А я просто смеялся и улыбался, пока мои искушения не начали одолевать меня. Я сказал, шейх, одна из женщин, которая сидела со мной, она была такой очаровательной и такой красивой, и во мне начала возрастать похоть и искушение. Вы знаете, братья и сестры, что в науке и биологии есть нечто называемое префронтальной корой головного мозга. Я хочу, чтобы люди молодые знали это. Эта префронтальная кора растет вот здесь, когда ты достигаешь половой зрелости. И начиная с половой зрелости, она растет до 25 лет. Она отвечает за принятие решений, за твое чувство морали, за правильное и неправильное. Это рациональный центр. Поэтому, когда эта префронтальная кора заблокирована, ты больше не можешь мыслить рационально. Ты мыслишь своими желаниями и своими эмоциями. Он говорит, когда моя похоть начала возрастать, и даже наука говорит, что это правда. Когда ваша похоть, искушение и желание начинают одолевать вас, твоя префронтальная кора фактически блокирует себя. И это действительно так и есть. Аллах сделал это так, когда ты женишься, чтобы ты не стеснялся своей жены или она своего мужа. Чтобы между вами было легко. Чтобы ты не чувствовал себя слишком застенчивым, когда вы вместе. И вы могли, иншааллах, совокупляться. В этом весь смысл брака, иншааллах. И не только в этом. Любовь и все остальное предшествует похоть и искушению. И он говорит, моя префронтальная кора и все остальное заблокировалось. Мои похоти взяли вверх надо мной, шейх. И внезапно я даже не понял, как я оказался в той комнате с этой женщиной. И пророк, салаллаху алейхи вассалям, сказал, какой бы человек ни уединился с посторонней женщиной, с ними третьим обязательно будет шайтан. И не думай, что ты настолько силен и достаточно невинен, чтобы не впасть в искушение. Он говорит, шейх, я никогда не делал в жизни ничего подобного до этого. А затем внезапно, одна минута превратилась в две. Две превратились в вечность. И внезапно я обнаружил, что занимаюсь с ней запретным. Делаю зина. Шейх, я не знаю, что произошло со мной. И затем, после этого временного похотливого наслаждения, все внезапно закончилось. И когда это прекратилось, мои искушения остыли. Моя похоть поубавилась. И моя совесть и мой иман вернулись. И чувства вины и стыда стали поедать меня. Я почувствовал, что вот-вот упаду на пол. Я почувствовал, как ненависть начала вскипать в моем теле вместе с чувством вины и стыда. И я пожелал, чтобы я никогда не появлялся на этот белый свет. Я сказал себе, что же я натворил? Как же теперь моя жена? Как же мои дети? Как же мой ахират? Аллах, субхану ва-та-аля, не простит мне этого больше. Боже ты мой, как я мог перейти эту черту? Я раб. Он говорит, я забыл обо всем. Выскочил за дверь и просто побежал вниз по лестнице. Он говорит, у дверей отеля я увидел одного из виновников, который был с нами. А по итогу, извините за это слово, по итогу он оказался сутенером, который нанимает женщин, который берет деньги за это. И я оказался одной из жертв этого человека. И после того, как я это узнал, я сказал, субхану ва-та-аллах. Я бы хотел, чтобы они просто забрали мои деньги и сказали бы, что они намеревались со мной сделать. Но, субхану ва-та-аллах, я закончил тем, что совершил зина. Большой грех. Я Аллах, что же мне делать? Он говорит, тот мужчина, что был со мной, который был, по-видимому, мусульманином, он сказал мне, что случилось, что стряслось. Я сказал ему, я совершил зина. Ты знаешь, что такое зина? Это же прелюбодеяние. А человек сказал мне, держа бутылку вина в своей руке. А это же пустяк. Этот пустяк, мой друг, легко исправить. Вот просто выпей немного вина, и ты забудешь обо всех своих проблемах. Ты не будешь чувствовать никакой вины. Ты не почувствуешь никакого стресса. Все уйдет. Ты просто забудешь обо всем и получишь удовольствие. И он сказал ему, субхану ва-та-аллах, после этого мне может быть отказано в райском вине. Извините. После этого мне, возможно, будет отказано в райской жене. И ты хочешь, чтобы мне отказали даже в райском вине? А затем, что сказал этот человек, шайтан ему? Он сказал ему, Аллах прощающий, милосердный. Аллах простит тебя, не переживай. А он наверняка позабыл, что Аллах, субхану ва-та-аллах, в то же самое время, шадиду ля-икаб, что он в то же самое время суров в своем наказании, мои братья и сестры. Он подготовил для преступников огонь, который в сутный день приволокут за 70 тысяч поводий. И каждое поводие будет тянуть по 70 тысяч ангелов. И если одно из поводий они отпустят, огонь просто пожрет все живое. И у него ужасный рев, и он, видимо, забыл, что Аллах также шадиду ля-икаб. Я сказал ему, и человек, о котором мы говорим, это Ахмад. Он говорит, я оттолкнул его от себя, и сказал ему, оставь меня в покое. Я совершил очень много вреда. Он говорит, я вышел из отеля, шейх, и я не знаю, куда я побрел. Я продолжал бродить по ночам, как бездомный, плача. Я не мог кушать. Спал в разных углах, рылся в разных мешках для мусора, как бомж, потому что я не заслуживал быть в этом мире. Я стал ниже любого человека, шейх. И я не заслуживаю никакого прощения от Аллаха. Шейх посмотрел на него и сказал, я даже не знал, что ему сказать. Я процитировал ему лучший, по моему мнению, аят из Корана. Я не хотел, чтобы парень причинил себе вред, ведь все еще таилась надежда, иншаллах. Я просто ему зачитал. Скажи, Мухаммад, моим рабам, которые излишествовали во вред самим себе, не отчаивайтесь в милости Аллаха. Воистину, Аллах прощает грехи полностью, ибо Он прощающий и милосердный. И этот Ахмад посмотрел на шейха и сказал, шейх, это истина. Аллах прощает всех, кроме меня. Я не заслуживаю прощения. Меня окружает шейх и уляна. Я родом из мусульманской страны, страны Хаджа и Умры. Я женат. У меня есть дети. Я богат. Я знаю, что такое харам и халаль. И я увлекся этим. Я не заслуживаю прощения, шейх, это не про меня. Внезапно объявили о рейсе, и шейх сказал, мне нужно лететь. Я взял у него контакт и направился к своему самолету. И в глубине души я подумал, я видел что-то подобное и раньше. Может он забудет о своей проблеме и через 2-3 недели продолжит жить, как ни в чем не бывало. Он говорит, когда я вернулся в Эр-Рияд, спустя месяц я позвонил ему. И он сказал, что хочет встретиться со мной в мечети. И это было примерно в сезон Хаджи. Он говорит, я направился в мечеть и встретился с ним. И он изменился. Он уже был не тот, что раньше. Он не плакал, он не страдал. Но в нем было что-то вызывающее опаску. Я посмотрел на его лицо, и мне показалось, что оно было просто опустошено. Он сказал мне, шейх, я позвонил тебе не для того, чтобы просто поздороваться. Я позвонил тебе, чтобы попрощаться. Я спросил у него, ну куда ты собрался? Он сказал, я хочу сдаться правительству Саудовской Аравии, чтобы они забили меня камнями до смерти. И шейх говорит, я схватил его. Я занервничал, я сказал, ты сошел с ума? У тебя же есть жена, дети. Аллах не говорит тебе, чтобы ты так поступал. Покайся перед Аллахом. Есть же множество способов. Аллах аль-Гафур, тебе не обязательно убивать себя. Он сказал, оооо, моя жена и дети не спасут меня от наказания Аллаха. Отпусти меня, шейх. Я просто пришел поблагодарить тебя за попытку помочь мне, и сказать джяза к Аллаху хайран, прежде чем я отправлюсь в загробную жизнь. Шейх рассказывает, я не знал, что делать дальше. Я удерживал его, я старался, я пытался. А он просто собирался уйти. И, наконец, я ему сказал, Ахмад, давай мы пойдем с тобой к ученому, которого мы уважаем с тобой больше самих себя. И мы расскажем ему твою историю. И если он скажет тебе сдаться, я сам тебя отведу. Пока в итоге я не договорился с ним. И тогда я сказал ему, пожми руку, потому что я опасался, что он может тайно скрыться, Субхан Аллах. И он пожал мне ее и дал свое обещание. Он говорит, и мы пошли к этому великому ученому. И ученый сказал, скажи ему, ему нельзя сдаваться. И этот человек сказал, какому человеку ты меня привел, шейх? Я не могу спать, я не сплю ночи за ночами, чтобы затем вы меня призвали к подобному? Шейх, побойся Аллаха в том, к чему ты меня склоняешь. Клянусь Аллахом, в судный день я скажу Аллаху, я хотел сдаться. Но этот ученый будет тем, кто сказал, что ты не можешь. И шейх сказал, Субхан Аллах, я не сказал тебе ничего, кроме как и знаний. Пока в итоге молодой Ахмад не оставил ученого и ушел. Внезапно, говорит шейх, мне поступил от него звонок, и он попросил меня вернуться обратно в мечеть. Я вернулся в мечеть, и он сказал мне, я вернулся, чтобы еще раз попрощаться с тобой. Я спросил, а теперь куда ты? Он ответил, я хочу отправиться в хадж. И это было чувство кающегося. Я сказал, Субхан Аллах, давай отправимся вместе. Он ответил, нет, нет, нет. И я подумал, может он пошел со своей группой. Он говорит, мы отправились в хадж. И когда мы дошли до ритуала, где побивают камнями шайтана, джемарат, он говорит, я увидел его издалека, и вскрикнул, о Ахмад, о Ахмад. И как только Ахмад увидел меня, он убежал. Я сказал, Субхан Аллах, что изменило его сердце по отношению ко мне? Он рассказывает, затем я вернулся. Я навестил его в Ириаде, и я спросил его, Ахмад, что изменило твое сердце? И он сказал, шейх, зачем ты хочешь, чтобы я общался с тобой? Я не чистый, а вы чистые люди. Зачем ты хочешь, чтобы я испортил твой хадж? Он говорит, я был слишком занят совершением истигфара, оставьте меня в покое, Субхан Аллах. Зачем ты хочешь, чтобы я был среди вас? Оставьте меня в покое. Он говорит, иногда я смотрел на всех в хаджи и думал, Субхан Аллах, посмотри на всех этих в хаджи, насколько они чисты. А я худший. Может быть, Аллах не примет и не простит ничего у сегодняшних в хаджи, потому что я среди них. А иногда я думал, может быть, Аллах простит меня по причине всех этих окружающих меня чистых душ, Субхан Аллах. Прошло время, и молодой Ахмад выучил весь Коран от начала и до конца. Затем он начал поститься через день. Каждый день он начал совершать в мечети пять молитв. Всякий раз, когда ты видел его, он либо молился, либо жертвовал, либо читал Коран, либо делал викр, либо ухаживал за своей семьей. Он никогда не был так счастлив когда-либо и при этом оставался самим собой, идя за каждым своим шагом, прежде чем встретиться с Аллахом, Субхан Аллаху и Тааля. Прошли годы, и вот однажды, я укорочу историю, иншаллах, ради экономии времени, он говорит, однажды ученый из Медины посетил нас и начал рассказывать нам от сподвижники по имени Ар-Рабиа ибн Хусейм. Он говорит, он рассказал нам историю Ар-Рабиа ибн Хусейми во времена пророка или сразу после них, что каферы хотели уничтожить каждого молодого человека, который оказывал влияние. А этот молодой человек плодотворно влиял на молодежи, и они сказали, как нам его уничтожить, чтобы он не влиял на молодых своим исламом. И они сказали, давайте пошлем к нему красивую женщину и заплатим ей. И они пошли к самой красивой и знаменитой женщине города и сказали ей, давай мы заплатим тебе 100 динаров за то, чтобы Рабиа ибн Хусейм поцеловал тебя один раз. Всего один поцелуй. Мы хотим ввести его в заблуждение. Она сказала, да за 100 динаров я заставлю его сделать нечто большее. Она пошла и встретилась с Рабиа ибн Хусеймом, когда он выходил из молитвы Магриб. И как только она увидела его и показала ему себя, он повернулся и закричал ей в лицо, сказав, как бы ты выглядела, если бы ты была в своей могиле в течение часа. Вся эта красота, как бы она выглядела на следующий день. Что ты скажешь Аллаху, если тебя спросят? О, Аллах, ты создал мою красоту, и я ее использую как харам? И она была мусульманкой, и в истории говорится, что она была настолько впечатлена тем, что он ей говорил, что она начала плакать, убегать и каяться Аллаху до тех пор, пока ее не стали называть Аабида Туль Куфа из Ирака. Она была из Куфы. Ее назвали поклоняющейся женщиной из Куфы из-за Рабиа ибн Хусейма. И когда шейх рассказывал эту историю, он говорит, я сидел там, и вдруг мы услышали, как мужчина встал и закричал, и начал выползать из мечети. Рабиа ибн Хусейм остановил ее, а я пошел и совершил зина. И мы поняли, что это был Ахмад. Он говорит, если бы я знал, что он был в мечети, то сказал бы ученому не рассказывать эту историю. Прошло время, и я не виделся с Ахмадом. А затем он рассказывает, однажды я повстречался с большим ученым, который посетил нас, и он был более великим, чем предыдущий. И он общался с нами, и я подумал, может быть, я спрошу этого шейха, этого ученого, как раз и навсегда найти мне решение относительно этого молодого парня Ахмада. Он может продолжать вот так блуждать по жизни с таким отчаянием. Это не из того, что велит Аллах. И большой ученый сказал ему, шейх, в Коране есть простой аят, которым ты можешь поделиться с ним. И он спросил, а что это за аят? Он ответил, разве ты не помнишь аяты из суры Аль-Фуркан? Аллах говорит, «Они не взывают помимо Аллаха к другим богам, не убивают людей вопреки запрету Аллаха, если только они не имеют права на это, и не прелюбодействуют. А тот, кто поступает так, непременно получит наказание. Его мучения будут приумножены в день воскресенья, и он навечно останется в них униженным. Это не относится к тем, которые раскаялись, уверовали и поступали правильно. Их злые деяния Аллах заменит добрыми. Ибо Аллах прощающий и милосердный. Он говорит, я не мог дождаться того, чтобы пойти и рассказать Ахмаду эти аяты. Это лучшее, что я слышал. Почему я не мог этого найти? Он говорит, я пошел в мечеть и обнаружил Ахмада лежащим на ступеньках Мимбара. И он делал так постоянно в каждом Магребе. И это было после Асра. Он говорит, я вошел и никого не было в мечети. Он говорит, я не мог сдержаться. Я вошел и крикнул, о Ахмад, Ахмад. Он посмотрел на меня и не смог сдержаться. Я начал мелодично нараспев декламировать. И когда я достиг, и не прелюбодействует, а тот, кто поступает так, получит наказание. Он говорит, я посмотрел на него. Это как если бы я ударил его кинжалом. Он говорит, я продолжил. Он говорит, и когда я закончил читать аяты, Ахмад вскочил. Он подбежал ко мне и начал обнимать меня. Он поцеловал меня в лоб. Он заплакал и начал улыбаться и сказал, шейх, клянусь Аллахом, я выучил наизусть весь Коран. И сегодня, клянусь Аллахом, я как будто бы читаю его в первый раз в своей жизни. Как я не мог увидеть эти аяты? Может быть, Аллах, Субхану Тааля, оставлял его в таком положении, чтобы возвысить его уровень в раю. И Аллаху ведомо лучше. В тот вечер, в Магребе, имам был в отъезде. И они назначили Ахмада, чтобы он возглавил молитву как имам. Он прочел фатиху. А затем, когда он хотел прочитать короткую суру, кой же он суру выбрал? Он говорит, и когда он доходил, это не относится к тем, которые раскаялись, он разрыдался, он не смог закончить, он сделал руку из сучуд и встал на второй ракат. Он прочитал фатиху, а затем попытался вновь. И когда он дошел до это, не относится к тем, которые раскаялись, он не сдержался и упал в сучуд. И он никогда не мог закончить аят, как бы ни старался. Он говорит, прошли месяцы, наступил Рамадан, и вдруг мне звонит его отец. Отец Ахмада. Он сказал, приезжайте поскорей. И я приехал и постучал в большую дверь их дворца. И как только отец увидел меня, он разрыдался и начал обнимать меня. Я не понимал, что происходит. Он сказал, твой брат, твой дорогой друг Ахмад, передал тебе свой салям, и прошлой ночью он возвратился к Аллаху. Он сказал, субханаллах, я не знал, плакать ли меня о своем друге или о его отце. Он говорит, это были похороны. Они вынесли тело, чтобы семья могла попрощаться с телом. Он говорит, я вошел внутрь, и у него на лице была простыня. Я снял простыню с лица мертвого Ахмада, и я увидел лицо. Я увидел лицо, которое сияло нуром. Я увидел лицо, которое не покинуло этот мир, а отправилось в рай, иншаллах. Я сделал за него дуа, поцеловал его в лоб, закрыл его лицо и сел рядом с его отцом и спросил его, расскажи мне, что случилось. Он сказал, у него была какая-то болезнь, о которой он тебе не рассказывал. Он говорит, это был Рамадан. В прошлой ночи перед Магрибом мы молились вместе. Я сказал ему, сынок, прийди и соверши с нами ифтар. Он сказал, пап, я хотел бы сегодня остаться в мечети немного подольше. Я чувствую что-то особенное, прошу, оставь меня еще на несколько минут здесь. Я оставил его там, но после ифтара он не пришел. Я отправил к нему его младшего брата, и младший брат вернулся с криками в слезах. Пап, пап, Ахмад не разговаривает. Я пошел в мечеть и нашел его лежащим на ступеньках Мимбара, как он это делал всегда, и он едва дышал. Я бросился к нему с Кораном в руках и поднял его голову, и положил ее на плечи. Отец говорит, он все время пытался что-то сказать мне. Я прислонялся все ближе и ближе, потому что его голос был невнятным, так, как будто он умирал. Мы вызвали скорую, и когда он умирал, он сказал, передай мой салям шейху, передай мой салям шейху, и поэтому я позвал тебя, чтобы передать тебе этот амана. Он продолжал. Когда Ахмад внезапно оказался в моих объятиях, его голос полностью изменился, и он начал звучать так же ясно, как прекрасные звезды, и он продекламировал. Субтитры сказал, И он прочел весь аят до конца, а затем его душа покинула его тело. Я спросил молодого шейха, что произошло с моим сыном, когда он отправился в туристическую поездку. И шейх говорит, что он обещал ему не рассказывать всю историю и не говорить, что он сделал. Он сказал, что на некоторое время он потерял свой иман, или он сказал, что он потерял друга, как сказал пророк, салаллаху алейхи ва салям, когда ты совершаешь грех, иман подобен другу. Он парит над тобой, когда ты совершаешь грех, и когда ты перестаешь грешить, твой иман возвращается, чтобы заставить тебя чувствовать то, что ты чувствуешь, чтобы ты покаялся и обновил свою жизнь. Мои дорогие братья и сестры, иншааллах, чтобы вы получили пользу от этой беседы. Надежда есть. И не важно, сколько вы грешите, помните, что Аллах прощающий и милосердный. Аллах любит, когда кто-то возвращается к Нему. Даже если ты грешил всю свою жизнь, не важно, что ты думаешь про себя, помни, что не нужно отчаиваться в прощении и милости Аллаха. Сегодня ночью, мои братья и сестры, помолитесь два раката молитвы и скажите, «О Аллах, прости меня», и вы обнаружите, как вся ваша жизнь изменится. Я благодарен за то, что вы слушали, и за то, что вы здесь, мои дорогие братья и сестры. Я прощаюсь с вами сегодня вечером, и возвращаюсь в Австралию. Я хотел бы поблагодарить организаторов, волонтеров, и все ваши прекрасные лица. Клянусь Аллахом, в этот раз я почувствовал утешение и счастье, которых я не испытывал раньше. И, возможно, иншааллах, это из-за вашего имана. И да простит всех нас Аллах. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok